здравствуйте с вами Анна добро пожаловать на мой канал о здоровом образе жизни сегодня продолжаем серию видео о опущении органов переходим с вами к следующей теме мой канал отличается одной из других тем что я вам рассказываю про каждую тему очень подробно потому что это очень важно не просто что-то посмотреть что-то услышать и сразу сделать а надо понять тему с чего начать чем продолжить и чем закончить поэтому с упражнениями мы сегодня только начнем до этого я надеюсь вы посмотрели мои прошлые видео они были о том как например очистить кишечник как начать правильно дышать как сделать массаж живота все это способствует улучшению при проблемах с опущением органов я там в этих видео подробно рассказала как это действует и почему это улучшает состояние поэтому если вы еще не смотрели то обязательно посмотрите все ссылочки я оставлю внизу под этим видео сегодня же речь идет о упражнениях которые помогут нам укрепить тазовое дно но как всегда сначала немножечко анатомии чтобы вы поняли что вы делаете и как правильно это нужно будет делать здесь я сделал несколько картинок для вас сначала давайте посмотрим как тазовое дно держит все органы здесь вот у нас картиночка изображена женщина и органы которые находятся в малом тазу это лобковая кость это крестец и между ними как вы видите порядочку стоят сначала мочевой пузырь потом матка и прямая кишка между ними находятся в связочке они здесь еще не указаны но вот здесь вот везде есть связки то есть они как бы поддерживают друг друга или держатся друг за друга как одна цепочка и вот здесь тоже есть сердечко у мужчин отличие в том что под бочевым пузырем находится еще простата и у них конечно же нет вот этой части то есть сразу же за мочевым пузырем идет прямая кишка все эти органы внизу поддерживаются толстым слоем из мышц которые мы называем тазовое дно сверху на этом всем лежит еще и наш кишечник толстый тонкий поэтому эти мышцы которые тут все поддерживают должны быть в определенном тонусе и все-таки должны иметь возможность расслабляться то есть работать как диафрагма про это мы тоже говорили на по моему в самом первом занятии про дыхание и про диафрагму так вот эти органы висят как бы распятые вот так вот на связочку в своем пространстве это означает что если где-то у нас что-то перекосилась или таз кривой или же сверху что-то давит или же наоборот так вот в сторону перекосилась то и органы начинают вот так вот они были прямо стояли начинают закручиваться ну например матка если она вот так вот скрутится то уже нужно понимать что и маточные трубы скручиваются и это может быть до того довести что женщина просто даже не может забеременеть нормально поэтому очень важен массаж его таз здесь чтобы это немножечко все это раскрутить правильное очищение кишечника нужно сделать начать правильно дышать то есть то что все мы говорили в прошлых видео и здесь вот как раз наглядно понятно будет как особенно вот эти органы малого таза могут совершенно выйти из нас то есть просто опущение которое какое-то давление на тазовое дно а даже выход возможен из вот этих вот отверстий то есть вся матка может просто выйти сюда через отверстие наружу так же как и прямая кишка это часто при геморрое случается например тазовое дно состоит из несколько слоев мышц и самый внутренний слой состоит из трех то есть мы видим здесь лобковой кости крестец и две воздушные кости одна мышца идет от лобка к крестцу одна вторая мышца идет от воздушной кости к крестцу и третья идет подседалищного бугра тоже к крестцу я уже вам рассказывала что когда мы тренируемся надо сначала восстановить работу мышц то есть не сразу начинать тренироваться потому что мы совершенно не знаем в каком они состоянии например у женщин могло здесь быть сечение во время родов или же вообще что-то не работает то есть из-за косовок таза или что-то повернулось или иннервация плохая то есть мы как бы тренинг то начинаем на самом деле ничего у нас там не тренируется активируются какие-то другие мышцы синергисты и толку от этого этой тренировки конечно же будет мало поэтому нам сначала надо выяснить в каком состоянии находятся эти мышцы для этого я своей практике в своем кабинете использую кинезиологию кинезиологический тест и я вам хочу показать как это сделать можно то есть вам понадобится для этого партнер может ваша супруга супруг или же взрослые ребенок сделать для того чтобы протестировать три мышцы тазового дна у нас клиент лежит на животе мы сгибаем одну ногу сначала мы будем тестировать воздушно-копчиковую мышцу из этого положения мы приподнимаем ногу вверх и просим пациента сжать колени то свести ноги вместе а мы попытаемся их развести как выполнять кинезиологический тест вы можете посмотреть в других видео здесь я этого объяснять не буду итак приподнимаем просим удержать и привести ноги вместе и тест мышца тестируется хорошо то есть она находится в хорошем тонусе теперь тестируем мышцу проходящую от лапка к копчику для этого нужно развернуть ногу немножко в сторону вот так из этого положения поднимаем просим опять привести ноги вместе и делаем тест опять хорошая реакция и последняя мышца для этого ногу отводим к середине опять же приподнимаем и делаем тест опять очень хорошая реакция если вы обнаружили слабость всех трех мышц с одной стороны то это может быть проблема иннервации они нервируются эти мышцы нервируются половым мером и как видите на второй картинке он проходит под мышцей грушевидной мышцы или мышц перриформис мускул перриформис здесь у многих бывают проблемы почему я вам рассказывала также видео делал про то как грушевидная мышца начинает спазмироваться а потому что большая ягодичная мышца выключается почему это происходит как это исправить я вам тоже рассказал об этом тоже рассказал об этом видео поэтому ссылочку вы сейчас видите вот здесь в углу переходите смотрите исправляйте и тогда у вас этот нерв тоже освободится и возможно будет нормально уже иннервация этих трех мышц и тогда только можно будет перейти тренировки если же у вас выключилась только какая-то одна или две мышцы то скорее всего проблема самой мышцы то есть здесь надо будет нас найти триггерные точки то есть полезные точки и поработать с ними как я вам сейчас примерно расскажу может получиться так что одна из мышц выключилась то есть например вот посошно-копчиковая мышца например не работает а мах микс мах микс тогда у нас вот получится вот такой тест то есть ноги вместе не приводятся не держатся значит нужно искать проблемы какие-то в самой мышцы сейчас я вам покажу как их найти чтобы найти в нашем случае посошную копчиковую мышцу нужно сначала определиться где у нас вообще находится мышц тазового дна если мы согнем ногу в тазобедренном суставе то здесь у нас будет такой мышечный валик мы заходим не спереди а в саде то есть идем позади этого мышечного валика до того места где у нас получается седалищный бугор где мы нащупываем седалищный бугор и тестируем все все место вокруг этого седалищного бугра там где у нас найдутся триггерные точки то есть те точки которые болят там останавливаемся начинаем большой массаж это можно делать слегка пальчиками или взять специальный мячик для фасты поверх этого слоя лежит еще одна группа мышц которую мы отдельно протестировать не можем там около четырех мышц но у нас есть другая техника также из кинезиологии называется терапевтическая локализация то есть мы то есть тестируем все вместе я вам сейчас покажу как это можно сделать для терапевтической локализации мы берем какую-нибудь мышцу для теста ну например вот на руке эту мышцу мы сначала тестируем как она реагирует тонус отличный значит мы ее можем использовать в этом для начала делаем терапевтическую локализацию свободную руку кладем в промежность как можно глубже там где находятся мышцы тазового дна и затем проводим опять тест свободной руки так мышца реагирует у нас сильно значит в этой области у этого человека проблем нет слабость мышц этого поверхностного слоя может также происходить из-за нарушения иннервации они иннервируются пояснично-бедренным нервом который как вы видите проходит в толще брюшка мускулус или апсоус и проходит этот нерв еще у нас под паховой связочкой и здесь как раз могут быть большие проблемы я вам сейчас покажу как можно это сами протестировать и устранить предположим вы обнаружили слабость тазового дна при терапевтической локализации что нужно сделать теперь растереть левую и правую связочки паховой связки здесь вот они находятся и посмотреть какая из них болезненно например с левой стороны болезненно теперь мы сгибаем ногу и продолжаем растирать это место то есть вот здесь пока боль не уйдет затем необходимо поработать с самой мышцей мускулус или апсоус он проходит эта мышца проходит очень глубоко но когда мы сгибаем ногу так вот в бедре она движется под нашими пальчиками поэтому нужно обойти прямую мышцу живота и подлезть как будто кут сбоку и начать медленно сгибать ногу и вы ее почувствуете то же самое мы идем вглубь и массируем эту мышцу при этом могут быть очень болезненные ощущения и как бы усилить эффект нашей работы нам поможет медленное сгибание и разгибание ноги тазобедренном суставе при этом наш наша стопа скользит по полу по кушетке очень медленно делаем сгибаем и разгибаем а здесь постоянно массируем то есть вот все четыре пальца у меня на одной и другой руки какие есть я туда это залезла нашла эту мышцу при помощи движения тазобедренного сустава и начинаю ее разминать потом проверяем опять и опять делаем терапевтическую локализацию и проверяем насколько это нам помогло и только тогда нужно уже приступить к следующему и так только после того как мы убедились что все мышцы таза в одна работают мы можем начинать их тренировать сейчас я покажу вам несколько упражнений аж можно упражнение лучше всего начать опять же с небольшой подготовки вы можете сделать сначала массаж живота в нижней части то есть массаж малого таза орган малого таза как я уже показывала или же вот такое вот еще есть упражнение когда мы ставим ноги тазобедренного коленовом суставе сжимаем наши ягодицы и поднимаем таз сверху из этого положения мы начинаем от нашей тазобедренной кости к лобку делать такие копательные движения выскребающие движения до лобка с одной стороны и потом в другой стороне мы идем очень глубоко то есть сначала бы поверхность на что привыкнуть потом все глубже и глубже копаем 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 как бы стараясь поднять наши органы наверх это очень хороший массаж из-за того что мы еще поднимаем наш таз идет отток лимфы или хороший дренаж так мы можем себя подготовить упражнение итак давайте сделаем это подготовительное упражнение ноги на ширине плеч ягодицы напряжены таз поднят и начинаем ошибкой здесь может быть поверхностное выполнение это упражнение то есть мы идем действительно очень очень глубоко не бойтесь этого сначала будет возможно немножечко неприятно особенно для тех кто не делал вообще массаж живота поэтому обязательно посмотрите это видео и сделайте массаж живота хотя бы две недели ежедневно это можно тоже делать в течение одной-двух минут затем постепенно расслабляя ягодицы мы опускаемся на кушетку или же на ваш коврик и приступаем к упражнениям различные мышцы тазового дна способны совершать различные ну сокращение или нагрузку выдерживать одним нравится сокращаться ритмично другие сокращаются и держат нагрузку статическую и также мы должны тоже все их простимулировать как нам понять что мы сокращаем действительно мышцы дна от тазового дна а не например ягодичные мышцы для этого я вам посоветую встать и делать первые три упражнения стоя и так для того чтобы исключить движение ягодичных мышц надо сначала их прощупать и посмотреть а что они делают когда они сокращаются поэтому мы кладем ручки на наши ягодицы и сокращаем их делаем такое вот решение это очень хорошо прощупывается теперь когда мы будем стараться сокращать тазовое дно наши ручки должны быть абсолютно спокойно то есть никакого движения в ягодицах мы не делаем тазовое дно можно сократить представь себе что мы хотим ну предотвратить выпуск мочи то есть сжимаем эти мышцы когда нам очень хочется в туалет или по большому или по маленькому не важно то есть это как бы вам поможет понять какой слой мышц сокращать какое место сокращать ягодицы при этом абсолютно расслаблены давайте мы пару раз попробуем просто так это сделать итак ягодицы на руки на ягодицы сокращаем только тазовое дно руки абсолютно расслаблены ягодицы расслаблены если у вас опять появляется вот это значит вы неправильно делаете вам нужно еще немножечко потренироваться посмотрите у вас что находится после того как вы правильно сделали это упражнение мы начинаем тренировать с его с различной интенсивностью сначала интенсивно сжимаем и расшимаем поднимаем и опускаем поднимаем и опускаем поднимаем и опускаем ритмично несколько раз также 12-15 раз затем мы медленно сжимаем на счет 1 2 3 4 5 и медленно сжимаем 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 сжимаем 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 проделываем опять же 12-15 раз не забывайте дышать при этом и последнее упражнение которое мы сделаем мы сжимаем и и считаем до десяти раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и разжимаем сжимаем тазовое дно напрягаем мышцы считаем до десяти и разжимаем сжимаем напрягаем и разжимаем и еще три упражнения которые мы опять выполняем и так мы начинаем сгибать наши ноги в тазобедренном суставе медленно скользя по кушетке ступнями при этом мы разводим колени в стороны и делаем вдох затем выдох и скользя по кушетке ступнями распрямляем ноги вдох сгибаем разводим и выдох распрямляем старайтесь опять же даже при этом упражнении дышать животом проделайте это упражнение 12-15 раз следующее упражнение поставьте ваши ступни вместе и раз начинайте разводить колени в стороны опять же вдох и выдох в этом упражнении лучше всего делать его очень медленно тогда она будет наиболее эффективно то есть как можно медленно сводить и разводить на вдохе наше тазовое дно расслабляется на выдохе мы его опять подтягиваем это упражнение вы также можете повторить 12 или 15 раз и последнее упражнение мы опять же ставим ноги на ширине плеч прижимаем нашу поясницу кушетке и отводим одну поднимаем одну ногу отводим ее чуть-чуть в сторону разворачиваем ее в тазобедренном суставе наружу так чтобы носок смотрел по диагонали вверх и начинаем носочком делать небольшие круговые движения от бедра в одну и в другую сторону примерно 5-6 таких кружочков затем опускаем ногу и расслабляемся опять прижимаем поясницу к кушетке теперь отводим другую ногу в сторону то есть поднимаем и отводим разворачиваем ее носочком наружу от бедра то есть не просто вот у нас стопа вот так вот ходит а бедро тазобедренном суставе вот здесь вот так разворачиваем и начинаем носочком опять же рисовать небольшие кружочки одну сторону и в другую сторону затем опускаем ногу и расслабляемся во время этого упражнения мы спокойно дышим живот здесь главное чтоб ваш таз не поворачивался ни в какую сторону поэтому нам лучше всего положить руки на тазобедренные кости вот на эти выступы 2 который хорошо который хорошо пальпируется и контролировать от этого движения то есть когда я поднимаю ногу вверх у меня таз не должен так вот перекачиваться на эту сторону а должен оставаться в своем положении когда я делаю вот эти вот кружочки тоже таз остается в своем положении если вам это видео понравилось и информация была полезной то поддержите меня пальчиком наверх абонируйте мой канал делитесь этим видео с друзьями я желаю вам будьте здоровы и до скорых встреч